Я все же говорю, что мне кажется, что в данном случае индивидуально будет больше решать. Да, но мне кажется, по поводу индивидуального исполнения, мне интересно, как ты считаешь, что Empire Hop сильнее? Я думаю, да. Но мне тоже кажется, у них и мид, и кэри, если так взять, на коре игроках, то есть мне Кодос и Куман. И Куман больше импонируют, чем Баранижа и этот Свифт Эндинг. Тут даже дело не в том, что они сильнее играют или лучше, тут дело в том, что они могут дать на игру больше импакта. Кстати, смотри, в Дарксиро не хотят играть. Ой, классно, Бист Коттл, вообще молодцы. Честно, мне очень нравится распик, Коттл, имба, Бист имба, очень рабочая стратегия. А тут сразу же Лич в ответ. Ну, смотри, забанили, да, Дарксиро, Свенон, то, что, кстати, у меня только другие герои, но есть Винга, но Винга мне пока не очень нравится, Лич Винга. То есть что еще осталось в пуле? Есть какой-то Тускар, кстати, сильная связка суппортов будет. Ну, они, судя по всему, с Личом возьмут, они сейчас с Личом должны взять комбинацию. То есть они взяли Лича для чего? Я, знаешь, пока вообще не понял, честно, для меня это просто абсурдно. У нас в ФП, ты берешь Лича, когда в пуле есть Бист, они забанили Медузу, забанили Анданга, могли забанить вместо Анданга того же Бистмастера. А почему у нас Ио не появился в баннах? И в баннах и в пиках все просто. Команды не играют с этим героем. Очевидно. Если бы так, то они его забанили, наверное, нет? Ну, я не знаю, получилось так, что... Возможно, в Исперии, вот почему ЕПГ не забанили, вот это непонятно. Непонятно немного. Вот, подожди, банн зомби намекает на то, что они сами хотят в Испа, честно говоря. Ну, непонятно. В общем, ну, ладно, Виспа у нас, я думаю, уже в пике не появится. Может и появится, посмотрим. Ну, скажем так, хорошие метовые герои у одной команды, сейчас его второй. Ну да, раз пик, в принципе, примерно равный по первой стаде получился. И что мне нравится, что, скажем так, вот эти герои, они проводят разные функции в игре. То есть и тимфайт, и атаку, и лишь защиту, то есть там бестмастер-скаут, пуш-линий и так далее. Под баней Литусика у нас ЕПГ. Я вижу уже проблему одну глобальную для команды ЕПГ, потому что у Эмпайр как раз остались сигнатурки для Кумана. Джаггер и антимаг выглядят пока что очень круто. Почему? Потому что Джаггеру наплевать на Лича и на Брю. Он силённый как бы на лайнинге очень против Брю Мастера. А антимаг против этих героев чем хорош, потому что герой без контроля. То есть и вот пока один из этих героев для Кумана выглядит очень как бы сильным. Ну и в целом всё равно мне как бы бест-котёл нравится больше, потому что это больше функционал у героев. Ну да. Ну на бумажке да, действия, которые они могут выполнять, их больше. Это правда. Но Лич Панда, они посильнее в тимфайте могут быть в некоторых ситуациях или в такой, знаете, прямой линиейной атаке. Тимфайт сильнее. Джаггера за баню, но это хороший бан. Да, и до этого был у Империи бан с Ларка. Пока остался у нас антимаг, но он и одним и другим может зайти. ТБ забанили, но бан ТБ это явный выход, кстати, в антимага. Ну дело не это, дело в том, что ТБ, ТБ, когда нажимает Сэшку, да, и это не выход в антимаге. И он когда Сэшку нажимает на бестмастера, то там появляется иллюзия с кучей аур полезных. В принципе, для меня лично это было понятно. Да, мне тоже было понятно, что сейчас будет какой-то суперкор. Ну, это я же говорю. Два героя у Кумана сейчас, которые чаще всего пикаются. Единственный, знаешь, вопрос. Все-таки поймут, вот как команды, опять же, будут контрить этого антимага. Для меня это вопрос остается все тем же. Я бы Брюк, кстати, делал бы здесь четверкой, если такая опция есть. И пикал бы какого-то хорошего игрока против антимага. То есть, вплоть до того, что выходил бы в какого-то акса в дальнейшем. Тогда нужно просто чем-то антимага закрыть. Я пока вот смотрю на то, что команды пикают против этого антимага, и мне становится это как бы смешно, потому что нету каких-то таких... Из того, что я вижу, командам просто не хватает либо знаний, либо пула, чтобы этого антимага убить. Потому что если вы сыграете против команды Нуна, которая была на ВЭЗГе, она просто эту антимага стирает разными комбинациями. Драконами, парями, пунками. То есть, они просто ему жизни не дают. А здесь пока что, то, что мы видим, к этому антимагу даже не могут добраться. Да, ноль смертей у него. Ноль смертей просто потому, что даже враг не может его атаковать. То есть, его просто пока что прикрывают другие. И... Слардар. Ну, это Слардар Акс, к которому я уже упоминал. То есть, но только лично мне Слардар все-таки чуть-чуть меньше понравился, по-моему. Мне не нравится совершенно. Совершенно не нравится. Мы помним вот вчерашнюю игру, где Слардар пришел против Бестмастера, даже саппорта. Его просто там вынесли вперед ногами. Надо взять... Мне кажется, котел очень хороший уже будет с Бестмастером на линии. Нужно к антимагу взять еще сильную пятерку, которая заовнит на лайне этих двух милишников. Конечно, пока таких героев не осталось. Лич в бане. Даззл в бане. Андайк в бане. У меня какой-то бэйн есть казуальный, есть какой-то гримстроук. Он мне меньше нравится. Что это вообще за триггер, Андрей? Почему берут Слардара против антимага? Ну, потому что... Якобы как контрпик. Он не контрпик и вообще не играм, а ему. Он сильный по винрейту. И он хорош в плане того, что это все равно контроль. Он там забашит, он кинет гэшку. Самое полезное, да, его это еще кинуть гэшку. То есть, если играл там... Но я живу на своем опыте, я уже ощутил то, что очень сложно играть против антимага. Он в определенный момент набирает темп и все. То есть, Акс, я же, намного надежнее. То есть, ну, дальше посмотрим, как у нас ЕПГ выстроит пик. Но пока мне намного больше нравится у Империи. То есть, я вижу четкий, как бы, план и я вижу сильных... Четкий план и комфортный. Да, да. Комфортный. Супер комфортный. Выверенный. Да. Ни одной из игр действительно куман будет завозить. Только нужно немного помощи, как говорится. Вингу еще могут взять. И знаешь, как сделать? Типа поставить катланти-мага и Вингу-бисмастер. Они же играли уже, как и Вингой. О, Вингада. То есть, им нужны герои для развлекалого. Да? Да, Андрей. Да? Это жестко. 10 из 10. И Лондруид еще может заехать какой-то тоже. То есть, они просто набирают, чтобы... ДК. Крут. В мид. Потом ОД более-менее. Нет, я все же хочу героев, которые могут... Не то, что... Из того, что мы видим, они не успевают добраться к антимагу. То есть, я хочу видеть героев, которые доберутся до обжектия очень быстро. Ну, мы прям не играем. Это должны быть... Это должен быть дракон, это должен быть волк. Дракон мне нравится сейчас. Кунка не знаю. Ну, Кунка, возможно, тоже может на... Мне меньше нравится Кунка. Так, ДК. Ну, блин, проблема ДК. Слушай, его пока в миде может закрыть. К нему прийти, может, Хускар. Может, прийти Макака. Ну, в этом плане Кунка ухороший, потому что Кунку ты не закроешь в миде. Нет, ну, можно они сейчас скоро возьмут. А, ну, ПА-шка, хорошо. ПА-шка под старт. ПА-шка, да. ПА мне нравится. Потому что, кстати, это правильный пик сейчас. Потому что, кроме ПА уже керри таких и не осталось. То есть, Сларк ТБ в бане. Есть какой-то еще воид. Но воид очень ненадежный. Потому что есть Винга, которая с Хрона может свапнуть. И очень большой кулдаун на Хрону. То есть, ПА-шка классная по стартару. Того, что мы имеем. Мы имеем то, что ЕПГ хотят тоже играть в лейт. И имеют комбинацию. То есть, там антимаг под аморами. Здесь, скажем так, комбинация минус брони. При этом тимфайт, скажем так, у ЕПГ выглядит гораздо мощнее. Сейчас именно гораздо. Тимфайт, да. Но, слушай, тут тоже... И по линиям я смотрю. Вот если сейчас, допустим, Панда Лич приходит к антимагу, к отлу какому-то. Там, на самом деле, ему будет очень тяжело. Может быть такое. Тут ты прав. Но вот сейчас пока вижу так. Мне кажется, нужно кого-то Хускара банить. Почему Хускара? Потому что им много героев сейчас в мид хороши, которых Хускар контрит. Им, в принципе, хороша кунка. Хороша даже какая-то макака и ОД. Макака, ОД, ДК. У кого сейчас ласпикают? Вот видишь, кстати, просто как пример. Все-таки те же Эмпайр. Видишь, они банят. Они понимают, что остался мид для ЕПГ. Сейчас будут пикать ЕПГ. Они банят и сразу пикают. Вот ты спрашивал про ОД, для тебя непонятно, что он как контрпик, типа антимага, но я тебе говорю, он против антимага именно очень сильен. Плюс он здесь хорош, что он начнет беста может подсейвить. И он под Слардаром крут, потому что подметку очень круто именно с первого спела настреливать. То есть, если еще пика потом появится. Стоп, а как они линию поставят, мне еще непонятно. Кто? ЕПГ? ЕПГ, да. Ну, смотри. То есть, это будет Мортерд Панда, наверное, вот так. Мне кажется, это будет Панда Слардар и Лич Фантомка. Мид порезал. Забанили. И кто у нас? Тинни для оборонежи в мид. Ну, тут он уже для себя такой герой. Ну, блин, ну, Тинни против антимага не такой ненадежный прям убийца. Если у него все хорошо будет, он может какой-то период побегать. Они играют строго на Мортерд. То есть, это пик просто для того, чтобы сыграть на Мортерд и дать ей спейс. И максимально, скажем так, убивать врага и не дать пространство Антимагу. Ну, в моем понимании, вот антимаг, что под Магнусом это им баф, что под такими бафами, как Винга Бист, это тоже, типа, очень сильное. А Мортерд, старый Мортерд под Гэшкой. Да, это, как бы, тоже крутая тема. Но, понимаешь, это все контрится появлением какой-то монты на антимага. Вот пока вот антимага, как ты видишь здесь с монтой, его легко убить, по-моему, очень сложно. Мне кажется, могут убить его команду пассивную, которая сейчас тимфайта не имеет. Вот в этом, как бы, сложно. Не знаю, я бы сейчас просто брал бы в мид против Тинни какого-то сильного героя, типа, ну, кто, Хусик, МК. Ну, из таких, кто может ему именно там по голове настучать. Даже Кун какую-то взять, то есть, она нормально посеет. Вот и Кунок. Вот и Кунка. Это и тимфайт, кстати, усилился. Тимфайт и вот под котлом Кунка, в общем, и две ауры таких сильных, как Винга Бист. Но мне Пик Эмпайр нравится намного больше. А тебе, Саш? Чей драф нравится больше? На кого бы поставил? Не могу понять. Опять же, 50 на 50. Я не вижу там. Мне интересно смотреть, как будет играть Мортер против Тимага. Я еще не видел этого противостояния. Поэтому непонятно. Прямо тогда, я не могу сказать. Окей, тогда смотрим коэффициенты. Вот ES.bet, которые они дали на этот матч. 1,7 на 2,08. Ну, в принципе, более-менее равное, друзья. А также не забывайте, что на все ставки наш партнер ES.bet подготовил, конечно же, страховку. На все ставки и ссылка находится под стримом. Регистрируйтесь прямо сейчас, а мы будем передавать слово уже комментаторам. Это Друг и Бафик. Спасибо большое. Снова мы возвращаемся в эфир. Всем привет. Если вы не поняли, мы на санях. Все нормально. Движемся, движемся уверенно к плей-офф Старии. Пока второй день групповой. Ну, пока уже команды одни разгоняются, другие уже четко дали понять свои планы на плей-офф. Между прочим, у нас битва лидеров этой группы. EPG против Empire Hope. Пока что результат безупречный. Ребята смотрятся очень уверенно одни и другие. Здесь много, опять же, было вопросов к драфту у аналитиков. И даже, как мы видим, некоторые, вот Саша не смог определиться, кому бы он свое предпочтение отдал здесь. Поэтому посмотрим. Игра обещает быть равной. Но это антимаг, который себя проявляет в последнее время очень и очень здорово. При этом ты называл во время драфта еще Магнуса, который остался без внимания, который в итоге не попал ни в бан, ни в пике. Который является частым гостем как раз в паре к антимагу. Ну, и опция вроде как была. Там был Тинни, по идее, допикнут в центральную линию. Не сказать, что он прям сильно этого силача убивал бы. Плюс герой с эскейпом. Решили такого более стабильного, наверное, кора взять, который усилит драку побольше, чем Магнус. Магнус, он не совсем стабильный. Он тоже может драку усилить. Это все-таки супер ультимейт. А ты стабильный? Я через раз временами. А кунка что? Кунка, ты идешь, плотный герой, собираешь нужные твоей команде слоты. В частности, ты можешь купить, например, на кунке саблю ту же спокойно. Ты можешь, конечно, и на Магнусе это сделать. Но на кунке ты актуальнее гангаешь, актуальнее делаешь выходы, стабильнее с X-маркой, с торрентом инициируешь. Усиливаешь драку общекомандную своим кораблем. Это как-то смотрится просто надежнее, чем брать Магнуса, который будет позицией 2. Который не будет бегать постоянно за антимагом, пожалуй. Это все-таки не его задача, когда ты играешь на второй позиции, бегать и постоянно давать баф антимагу. Чаще все-таки тройка это может заниматься этим. Возможно, из-за этих соображений ребята и не стали так действовать. Хотя, мне кажется, и Магнус тоже тут не лишен смысла был. Пока у нас какая-то пауза, небольшая задержечка, что там у кого-то, видимо, стряслось. Как ты считаешь, пока можно ли какие-то выводы о Empire Hope? Или это только старт пока и на фоне не лучших команд? Вообще не могу ничего сказать сейчас по Империи. До сих пор не понимаю, какой состав сильнее, какой слабее. Какой состав? Какой состав какой. Очень сложно разобраться, но на самом деле, вот эти все перетасовки... Ну, надо смотреть эти команды в плей-офф. Надо смотреть их, во-первых, в плей-офф, во-вторых, с серьезными соперниками. У нас четыре коллектива, которые уже ждут в плей-офф. Команды, которые на прочность любой состав Империи проверят. И там уже можно будет судить. Пока, мне кажется, очень рано вопросы задавать. И ответа по групповой стадии этого турнира мы не получим. Дело в том, что так вышло на этом турнире, что Empire слеснулись друг с другом. Да, вот эти составы. И пока получается, что Hope действительно подают больше надежд, чем Face. Ну, судя по результатам, по крайней мере. Пока что все так. Но Elements вообще радует. Elements у нас, похоже, 3-0 идут, да, пока что. Очень хороший результат у ребят. Четко все слажено, красиво работает. Нравится эта команда. Нравится, что они как-то грамотно подходят к драфту постоянно. У них есть какие-то наработочки свои собственные. Неплохое взаимодействие. Но, как показала игра с Hippomaniacs, что ребята небезупречны. И ошибки им свойственны. Особенно забегая там уже наперед в лейтгейм, ближе к лейту, после мидгейма. Ошибки совершаются. И мы часто это упоминаем, потому что это удел как раз в Тир-2 и Тир-3 команд. Чем дольше игра длится, тем сложнее команде себя контролировать. Все-таки нужно постоянно быть в тонусе, постоянно контролировать движения противника. Свои, подпушенные линии, варды, контроль. Макроигра должна быть просто на высочайшем уровне. И на деле, чем команда получается у нас слабее, тем она больше сыпаться начинает. Я, кстати, видел эту картину. Я только одну видел. Я видел, как эльфа бьют. И на самом деле, открою тебе секрет небольшой, мы в таких же шапочках. Я не знаю, чем закончатся в итоге эти эфиры. Но надо аккуратненько. Реально, на двух востро. Если они так с эльфами обходятся, и нам еще дали их вещи подносить. Причем эти два парня били эльфа. И эти же два парня. И видишь, как они уверенно катят по нас. Самое забавное, почему он в моем костюме. Вот в чем вопрос. Вот этот правый молодой человек. А, правый? В красном ты имеешься? Да, в красном с бородой. Почему он в моем костюме? Это неправильно. Косплеят нас с тобой. Не честно. Посмотри, они еще ребеночка подключили. Какие дружелюбные Дед Мороз. И черт пойми, кто вообще. Кто этот молодой человек или дама. Развлекаются как могут, ребята. Мне больше нравится вот этот вид над пузняками справа. Вселенная-то, да? Да, да, да. Понимаешь, типичный пузняковский вид, когда ты выходишь после бурной ночи. Вообще, на самом деле, у меня такого цвета небо в моем городе, где я вырос. Всегда, всегда. А что там, марганец? Что там? Просто любой слив какого-то металла, любого образца. И у тебя небо озаряется бордовым. Знаменитый круговорот воды в природе. Только тут он работает очень больно. Не, шатали небесную твердь. Да, да, да. И продолжают, на самом деле. Слушай, ну а с другой стороны, действительно, красиво район выглядит вот так в ночное время. Это склоны, это горочки. Я проезжал просто сегодня там, я видел всю эту картину. Ты имеешь в виду именно небо, потому что дома так себе выглядят. Нет, дома тоже прикольно смотрятся. Не знаю, мне нравятся вот эти. Это обычные дома. Не знаю, если ты любишь Урбан. Ты знаешь вообще, что вот это район лучших, практически лучших в мире дотеров. Тут реально концентрация продотеров киевских, она зашкаливает. Это и Айсберг, и его брат. Это и маг Андрей Чепенко, это его район, между прочим. Он на Позняках живет? Ну, жил, по крайней мере, сейчас не знаю. Я тебе так скажу, Версута неподалеку живет. Версута неподалеку живет. А это лучший продотер, просто самый знаменитый, пожалуй. Кто еще тут? Кто-то еще? Вилат здесь живет неподалеку где-то. Может быть, но Вилата мы не относим к продотерам. Он просто дотер. Не знаю, я недавно. Короче, все здесь. Вот это район, который воспитывал золотую доту молодежь. Приходил Андрей Макчепенко, давал подзатыльники Богдану до поры до времени, пока тот на бокс не пошел. И начал давать в ответ щелбаны ему. Такие серьезные шишки набивал. Александр Хвост Дашкевич тут часто обитал. Как раз тоже они поигрывать любили в этом районе тут когда-то. По-моему, Циклаб, если не ошибаюсь, даже находился. И сейчас, по-моему, уже закрыт он. Тут вообще реально исторически так сложилось, что это суперзнаменитый район просто с точки зрения доты. Даже мы там какие-то турниры уже с 2010 года по второй доте часто играли на Пузняках. Будь то Циклаб, либо там, по-моему, какой-то геймплейк, что-то такое называлось. Вообще тут супер богатая история, действительно. И самое забавное, это всегда было то, как молодежь приходила, какая-то и старички уже такие номинально старички. Хотя тому же Андрею там Магу было сколько лет? Двадцать, когда там приходил Богдан и его брат такие маленькие. И учились, смотрели за спинники. Они даже родились с ним маленькими. Это же знаешь, как в клубах раньше ведь было. Стоят за спинники, там что-то узнают. Кто-то очень умный начинает что-то рассказывать, пока ты его не заткнешь. А кто-то очень такой любознательный. Он всегда смотрит и учится, что-то еще спрашивает, дергает тебя постоянно. Так что район действительно знаменитый. Богатый на личности. Ты же тоже жил, кстати, где-то в этом районе в одно время. Да, да, на две станции дальше. Да, 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 да. Там, кстати, первый турнир был, ЛКИ проходил. В Аль-Сити. В Аль-Сити, да, клуб. Там жесть. Я вот как раз рядом с ним и жил. История, да. Это не было связано с Дотой. Это еще не было, кстати, тогда даже второй Доты. Да, это первый еще турнир был такой. Донецкая тогда еще компания тоже переехала как раз в Киев. И это был их первый турнир, который еще был не в арене, что забавно. Сколько интересно ездят эти ребята? То есть это полнометражка? Не, я думаю, что это... Или только сказать, что это прям постоянно не едут, это продолжается. Ну да, я пока вижу склеек, никаких не вижу. А. Да, ты посмотри на них. Они угорают. Нет, без склеек. Одним дублем все снято, хорошо работает. Ну что ж, возвращаемся. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим за Доткой немножко. ЕПГ против команды Empire Hope. И на данный момент... На данный момент Empire Hope идут с счетом 2-0. Если я не ошибаюсь, у ЕПГ тоже все хорошо. Даже лучше, чем можно было представить, да. Ну и Empire Hope сейчас покажут, кто же все-таки по турнирной таблице. Они или их побратимы из Fade более достойны выходить в топ. У одних 2-1. У тех, которые мы наблюдаем, у того состава Empire Hope сейчас счет 2-0. Ну и играют против лидера, поэтому будет непросто забирать очки. Да на самом деле, вот как раз я думаю, что это и есть битва лидеров. Битва за 6 очков, как ее обычно называть принято, да. Когда ты побеждаешь своего прямого конкурента. В данном случае у нас формат, конечно, Best of 1. Но оттого и не легче, в общем-то. Оттого надо решать все в одном матче. И решать здесь и сейчас. Видим, что Black Archangel и Vihior отправляются в сторону нижней линии. И четверка Бестмастер. Все-таки так определили, так решили. И Винга будет выполнять, я так понимаю, роль тройки в таком случае. Интересное решение. Vihior вообще мне пока очень нравится на старте этого турнира. У него было две великолепных игры. Одна была на Ирспирте, вторая на Тине. По-моему, на Тине, если я не ошибаюсь. Просто превосходно играл Vihior. Особенно игра на Ирспирте мне запомнилась прям максимально. Которую мы комментировали вчера. Очень много перемещений. Классная такая полномерная работа и поддержка команды. И главное, что видно, что не до конца еще ребята сыграны. Многие вещи не удаются. Но дают пространство очень много куману. А куман игрок, который зависит от фарма. Он очень крутой керри. Он великолепный керри. Но у него есть одна беда, как и у многих, наверное, керри. Когда им плохо, им очень тяжело возвращаться в игру. Куман не любит быть позади. Как и любой, наверное, керри. Но некоторые есть, которые к этому привыкли. Которые так играют. Они от этого стиля свой создали, собственный. Второго плана. Я только что не понял. До конца ДНЗ пришел и бил Ястреба полтора часа. Он его в итоге не убил. Но четко дал понять, что там есть entry ward. Коммандер агент. Это, конечно, грязь. Я не знаю. Как тут крипов бьешь. У тебя еще всякие взрываются штучки. Но это такое. Конфетти. Приятного мало, конечно. Мешает немного, мне кажется, визуально ласт хиту. Ну, по-моему, в этом-то и профит весь. Ну, профит-то и весь. Но это же все-таки влияние на игровой процесс, как бы там ни было. То есть, ладно, там снежка вот эта летит в тебя. Ну, и что, и без сны. Ну, летит. А вот когда у тебя все взрывается под крипами, когда надо видеть крипов тяжело. Да, бремастера загнали. И антимаг получает себе убийство, если я не ошибаюсь. Если там какой-то кабасик не добил. Да, отлично. Слушай, такой старт для антимага с ФБ это превосходно. И вообще, пока эта линия для антимага начинается шикарно. Никто его особо не гоняет, никто ему не мешает. Коэффициенты все-таки ESBet верят больше, зрители, видим, в Empire Hope. И, естественно, благодаря страховке от ESBet не так опасно работать с этими ставками. Информация вся есть под плеером. Обращайтесь туда. Да, пока Тинни очень хорошо стоит по крипам. 9 на 5 у этого исполнителя. Смотри, герой оказалось внизу. Все та же центральная линия. Перетянулись. А там просто до этого в соло венга стояла на старте. Видимо, решили оставить ее в покое. Эту линию ЕПГ. Решили втроем вниз отправиться. Ну да, еще антимаг в итоге там стоит. Где, где, где? Вверху, вверху. Не, ну понятно. Я имею в виду, что вниз три героя стягиваются, напрягают линию венга плюс котл, а не линию с антимагом. Вот что интересно. Вот что для меня лично тут необычно. Потому что антимагу спуск дает, антимаг спокойно из себя отдыхает. Ну убивают еще венгу. Хорошо. То есть здесь, в принципе, ребята преуспели. Здесь они раскачивают фантомку, но при этом получают не так много опыта, потому что три героя постоянно находятся рядом. Ну вот сейчас отошел один из них. И, пожалуй, оставят опыта свифтендингу. Так вот, дело в том, что не уделяют внимания должного антимагу. Не уделяли внимания, потому что антимаг там не сразу стоял. В том-то и дело. Они отправили одного-двух героев туда. Потом показалось там Венжфул Спирит. И, я так понимаю, они к тому моменту взяли и решили перетянуть вниз. Потому что венга там в соло стояла. А сейчас венга уже переместилась вниз, успела благополучно погибнуть. Да, вверху и ФБ сделали уже. Да, и до АЭМа так в итоге и не добрались. Ну, видимо, отдают этого антимага. Хотя Брю направился, но в соло Брю едва ли антимага сильно напряжет. Митч самостоятельно. Еще и кабаны Вильхиора будут напрягать митча. Вообще так получили. Бэтплея написал, что он тоже на Позняках живет. Я просто... Бэтплея? Да, да, да. Ну, такое дело. Это продолжая тему великого района Позняки. Ну, просто вот так сложилось исторически, ребята. Да. Не существует больше концентрации в Киеве. Не сказал бы я, что Бэтплея олдскульный киевский дотер. Это точно. Ну, никогда не поздно им стать. Он из Питера вообще, да? Да, да, по-моему, да. Ну, олд он точно. Просто не киевский олд. Слушай, ну, еще одно объезд состоялось. В принципе, глядя на крипстаты, никому не комфортно максимально в этой игре. То есть ни у кого нет такого максимального комфорта. Всех немножечко потрепали. Но антимаг все-таки вырывается вперед. А это чревато. Антимаг, во-первых, у нас ФБ сделал. Три сотки золота поднял, по сути, на ровном месте. И сейчас имеет лучший крипстат на карте после своего товарища кунг. Ну, да, подошел Брю, который без маны стоит на линии. Толком антимага бить не может. Жизнь ему совершенно никак не портит. И АМ спокойненько стоит. Забрасывает Кодоса. Бронежа бросил его под вышкой. Под вышку. И все. Кунг просто оттягивается назад. Но забрать не получилось. Кунг стоят на равных. Только Ласт Хит немного получше у Тини. Больше Денаев. Поэтому больше золота, соответственно. Но так и должно быть. Тини все-таки обладает огромным уроном. Сейчас интересно будет. Пятая минута. Будет ли кто-то бороться, пытаться забирать вражеский рун или брон под ударом. Ну вот, наконец-то удается хотя бы немножечко назначить борьбу на этой линии Мадену и Блэк Архангелу. Леброна, возможно, заберут. Но он по читкам был какое-то время. Фростшилдом, естественно, от Леща. Не спасает, правда, это от сдувки Котла. У Котла теперь самого мог быть неприятность. Свифт-эндинг за ним. Еще один кортик. И даблкил для Свифт-эндинга под появившийся рун внизу. Идеальный момент получился для Элемент. Сверху обе баунти забрал Куман на антимаге. И уравнял тем самым ситуацию по баунти. Блэддин Лайт был потрачен, чтобы Вингу спасти. Винга в итоге сделала фраг, но в размен погибла. Так что Веншфул Спирит тоже немного, но... Ну как немного? Прилично проваливается она практически без фарма. Пять крипов добито за пять с половиной минут. Это плохо для... Благо это Винга. Важная позиция. Ну ей хоть какие-то в рейсбэнды ПТ-шки надо. Если ты хочешь свапаться инициировать, тебе надо хоть какую-то выживаемость. Артефакты дешевые, но... Там Би Скрипов бьет в то же время. Они, получается, разделили немножечко обязанности. То есть получается, что Маден вроде как номинальную тройку исполняет. Но Вильхиор, мы видим, что на четверке фарма больше имеет пока что, чем его тройка. Если что... Это еще Слардар Гэшку не стал спамить. И так будет Блэк Архангел падает от Свифт-эндинга. Доминейтинг стрик уже у Фантом Ассасин. Опасные игры, на самом деле, начинают имперцы. Фантом Ассасин, которая стрикует Свифт-эндинг, рискует погибнуть. Вместе с Маденом избивают ее. Ой, а как будет приятно Вильхиору забрать это убийство. Уворот, блер. И жалко, что кто-то шрайн попил. Четыре сотки для Мадена. Четыре сотки золота. И ДД появляется для Вильхиора. На Вильхиор через медалечку. Что мне показалось, что они отойдут все-таки без мастера убийства. Но не стали там как-то выкручиваться. Просто Маден нанес последний удар и все на этом. Хотят еще раз подраться под ДД. Внизу, я так понимаю. Ну, может попробовать. Есть стан. Леброна зацепили. Криком не попали по нему. Без просто фарминг с ДД. Ну и окей. Тоже грамотно. Повышает свой крипстат. Тени, кстати, вырвался. Вот они убили только что героя в центре. Тени вырвался чуть-чуть. Лич подтянулся к нему. Хорошее убийство тоже было качественное. Кунки не дают разгуляться. При том, что не крипстат равный. Я думаю, что сейчас Тени будет опережать по общей ценности. Можно посадить общую ценность, если это вариант. Мне кажется, что сейчас будет небольшое преимущество у Тени. Два брейсера. Так, внизу Леброн Дота погибает. Ну, включился. Включился Вильхиор в работу. На 500 с лишним монет обгоняет. О, Вильхиор, даблкил. Как-то 3 на 3 уже более справедливо. Ты посмотри на Вильхиора. Вильхиор какое-то мяско устраивает. Свифт-эндинга цепляет под медалькой. Готово сражаться. Маден уходит. Маден прячется за деревья. Не пускает к нему свифт-эндинга. Еще одно убийство. Фантом Ассасин. И за всем этим делом фармят антимаг. ПА-шки сбили стрик. Убили второй раз. ПА сейчас, возможно, даже пешком будет идти. На линию. Что еще хуже. И АМ не просто ее догоняет. Шансов не было. Вильхиор пришел. Сразу шансы уравнялись. И даже склонилась чаша весов в пользу Империи. На самом деле, в таких драках 3 на 3 очень решает котел. Это Блайдинг Лайт. Великолепная вещь абсолютно. Там, конечно, не 100% сейчас мисс шанс. Там 70% промаха. Но, тем не менее, это и отталкивает. И под волной ты под алюминаетом не хочешь драться. Потому что урон солидный у тебя тоже. Бист с его кабанами очень мешает. Вообще все заиграло, когда три героя оказалось внизу. И это никак не влияет на фарм антимага. Что самое главное. То есть он спокойно стоит. Ему не мешает Брюмастер. Центральная линия. Единственное, что немного, я думаю, Кунка сейчас уступает. Но это не страшно. Там не такая большая разница. Разница там будет две сотни золота, не больше. Ну да, не на Кунке будет держаться основной фарм. Не от его артефактов будет зависеть. Игра, безусловно, важен антимаг в первую очередь. Ну и, конечно, чтобы не провалились другие линии. Ну и Кунка и Винга свое уже получили. Неплохо. Единственное, что меня удручает, это то, что Фантом Ассасин так много отдает. Так много заработал. Явно не для того, чтобы это все отдать. В итоге два убийства. Сейчас пешком на линию возвращаться. Ты возвращаешься опять, ловишь задувку котла. Какое-нибудь там оглушение от Винги. И все, у ворота тебе не помогают от этого дела. А у нее, кстати, сейчас ТП еще не будет. Она же делала ТП. Да, она еще пешком будет идти. В том-то и дело все. Ну да, к антимагу тоже идти такое себе затея. Ну как-то все, да, как-то все достаточно нестабильно. У Элеменс. Слушай, как люди в этих санях-то ездили раньше? Я просто, у меня нет ног, я их не чувствую. Они просто пережаты. Нельзя так. Представляешь, еще и по снегу. Да, в погодку. По снегу? Ну по снегу. Ну что ты, ну не цепляйся к словам. Новый год все-таки. Я не к словам не цепляюсь, к ударению прицепил. Да я понимаю, ну Новый год. Я же, ты знаешь, что я могу, просто не стараюсь. По снегу. Да. Это как по сторожу там? Да, по снегу немножко. Да, 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 да. По дождю. Потом снег это мое любимое слово на самом-то деле. Я знаю, да. И мой любимый персонаж. Поэтому тут как бы ничего не скажешь. Тоже, вот надо нам такое замутить. Только мы будем жечь елку и прыгать через нее. Это ж древняя русская забава. Можно только детей подальше? Нет, детей мы уберем. Это будет контент 18+. Вот этого парня мы возьмем, будем его жечь вместе с елкой. Что-то он прям изрядно вывешивает. Слушай, ну ты так вот говоришь это, а он наверняка сидит сейчас без маски. Ты его даже не узнаешь где-то. Если это маска, конечно, не менее. И это его спасает? Если это настоящая. Это его спасает? Если это маска, а не настоящая. Вот именно. Примат. Опять отмечать. Ну весело. Это, наверное, все тот же хор, да? Да, да, да. Детишки, которые очень, кстати, молодцы такие ребята. Красиво звучат они. Я вообще, кстати, тоже как-то... Ты пел в хоре, скажи честно? Нет, никак не. Я пел в хоре. И как? Я плохо помню это смутное время. Ты был совсем школьником? Да, это был прям второй, второй, по-моему, или первый класс это был. И я прям исполнял, я не помню уже даже какой у меня голос тогда был. А что вы пели Меладзе? Не, мы тоже всякие там частушки, хотел сказать. К сектор газа. Ну, как это, калятки, как они называются. Ну, я понял. Это был какой-то церковный хор? Не-не-не, школьный, школьный хор. У нас был учитель такой, как я сейчас, мы называли его Глобусом. Не потому, что он географию вел, а потому, что он вел музыку, но он был круглый, как я. Вот. И у него было прозвище Глобус, и он вот школьный хор. Подожди, это просто была группа музыки, ну, в смысле, уроки музыки, и вы там пели, сидели вместе? Нет, 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 нет. Ты ходил как? Да, да. Секция. Да, секция, да. Это отдельная прям история. Сначала ты попел в классе, тебя Глобус заметил и говорит, пойдешь в хор петь. Я тогда по своей глупости согласился. Я не помню, я смотрю. Как он отбирал, по вокальным данным? Наверное. Просто смотрит. Просто смотрит как микроглобус. Микроглобус возьму его к себе. Не, я тогда еще не микроглобус. Ну, я такой, да, был такой всегда, кабасик, но ничего. Кабасик. Он меня так тренер называл по футболу. Ты еще и на футбол ходил? Конечно, Дмитрий. Чувак, а есть хоть это в втором городе секция, куда ты не попал? Есть. Макамэ, Гройка, Шитьё. Слушай, я дико. Игра на арфе. И танцы, да, наверное, балет был? Нет, вот, тоже танцами я не занимался. Только в рамках КВН, все. Но это такие себе танцы. Я и сейчас так танцую, в принципе. И вы подрыгаете. О, игра. Игра вернулась, и мы вместе с ней, господа, напоминаем вам, что антимаг фрифармит, это Эмпайр Хоу против Элементс Про Гейминг, но в то же время, глядя на общую ценность, понимаем, что у Тинни и у Фантомки ситуация тоже хороша, но последние две смерти Фантомки намекают, что уже расслабляться не приходится. И надо что-то мудрить Элементс, чтобы ситуацию немного подправить. Все-таки внизу уже не так все стабильно. Как только три героя Эмпайр Хоу показались там, сразу ситуация уравнялась, и даже немножечко чаша весов склоняется в пользу имперцев. Ты ждешь момента, когда Сардар будет спамить Гэшку? Гэшку. Я так, кстати, на самом деле вот про себя в голос проорал. Слушай, это вся беда лоскольных игроков, когда там Трон садится тоже там рассказывает про Бородун. Гэшку, Кушку, Бородун. Да, да, да. Причем у меня-то тоже все это было, но я как-то переучился, не знаю, но ребятам, которые не часто заглядывают на эфиры, у них как бы нет в этом нужды. Но это забавно звучит на самом деле. Я уверен, что многие в чате молодежь, они даже не понимают, о чем речь идет. А ребята, которые постарше, они такую скупую слезу могут там бросить. Да, они сидят, ребята постарше думают, подожди, Магина должен был Мартретку обгонять. В чем проблема? Почему Мартретка опять топ-2, а Магина так отстает? Слушай, ну много фарма дает Вильхиору. Справедливо будет подметить, что он вообще не отстает от Брюмастера и даже немного его приезжает. У них там такая борьба ноздря в ноздрю. А на ком Вильхиор? На Арксаре? Да, 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 на нем самом. И сейчас шестой уровень будет, кстати, у этого парня. И это еще дополнительная подоплека для убийства той же Фантомки потенциальной. Кодос стянулся на нижний. Хотят забрать вышку, это понятно. А что Фантомка? Фантомка вообще фармит сейчас верхнюю линию, где находился Антимаг ранее. Антимага выгнали, и к нему идет перемещение от котла. Я вот, кстати, не уверен, выгнали ли Антимага, или он просто уже понял, что по артефактам можно спокойно уйти в лес, не теряя при этом. Все-таки, блин, хорошего уровня артефакты позволяют. Кодоса не отпустят, конечно, не отпустят Кодоса. Ну да, любое инициирование под Личом всегда оверопасно. Герой, конечно, гиперкомандным стал за счет своей брони дополнительной. И, конечно же, вот этого замедления просто дает возможность зацепить героя. Лич плюс один стал действительно серьезным оружием. До этого не было он так опасен именно с точки зрения тимфайта. По макро, конечно, очень полезный герой. Линию объедает. Всех бесит на этой линии. У него, да, у него стало больше вариантов играть на этом герое. Интереснее стало играть на героя, что ли. Плюс твой любимый Синистер Гейс появился. Да, 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 в этом-то и фишка. Раньше тоже всегда было чем заняться на Личи. Ты разбрасывал армор, постоянно был занят важными делами. Но сейчас как-то нужно больше находиться в сражении. Нужно больше как-то прокастовывать. У тебя какие-то косты появились, в конце концов, которые могут работать в драке. Да, он Угрмага только напоминал. Забафал всех. Пошел драться Леброна. Поглавили Леброна. Продолжение оглушения от Венги. Леброн! Но Синистер Гейс. Вот тот самый. Как не любить? Я к ТБ на любых. Не упоминай этот скилл. Он сразу сработает. Сразу же. Нельзя его недооценивать. Вот ошибся немножечко Слордар, но благодаря Синистер Гейсу ошибка была исправлена. Да, телепорт своевременный от двух персонажей. Много героев стянули, должны развязать руки Антимагу вновь, чтобы он пофармил. Он вообще фармит лес, смотрю, постоянно сейчас. Да, он все фармит. Он уже начинает бегать по лесу и фармить. Его линия не столь сильно интересует. И вот я тебе скажу, что Антимаг во многом еще не только усилился благодаря тому, что переработали немного этого героя, но в рейсбэнды. Сверхсильные в рейсбэнды сейчас позволяют два в рейсбэнда тебе и ПТ фармить лес смело. А раньше ты там, ну что, ты брал кольцо, брал рейсбэнды и не был таким сильным, как сейчас. В рейсбэнды не брал, брал Аквилу. Даже раньше не брали, да, раньше Аквилу просто покупали, и это не позволяло тебе на 100% спокойно фармить лес. Ну да, ты проседаешь по хп постоянно, и всегда ждал, что к тебе придут. Надо было как-то вардами обставляться. Поставили вижен. Маден видит его, насыпают камни на голову, выбрасывает еще и на лича. Ну и, конечно, подсиннистер Гейс и удар мором. Должны Маден забрать торрент на дорожку. Маден делает свапку. Кодос уже здесь есть корабль. Корабль попадает по Леброну, но Леброн про плоты. Там очень много статов. Полетел чайник. Чайник по трем героям. В это время и Блэк Архангел еще подключился. Помог сделать фраг на Леброне. И, понимаешь, еще всего ничего. Еще и вард разобьет сейчас, я думаю, который был поставлен личом. Вообще идеальная драка удалась имперцам. Они были в нормальной позиции благодаря тому, что Кунка подтянулся. И свап венги состоялся. Кунка выдал торрент, выдал ультимейт. Подтянулся с Вилл О'Виспом. Повторяется, посмотри, вторая серия. Да, Блэк Архангела бьют. Мадена добили. Блэк Архангела тоже забирает. Брони же убийство получает. Ой, зацепили еще. Кунку подняли. Да. Отглушили. Кодос оглушение. Ну, все по таймингу. Саид Вали отпустит. Корабля нет. Помощи глобально себя оказать он не может. Бист летит на святыню. Прилетел уже Бист. Пока что Кодос живет. Бист неподалеку. Птичку отправил. Брони же просто стоит по телевовышке и бьет крипов. Почему бы и нет? Я камень. Мне можно. Вильхор, но он ничего Брони же не делает. Тем более при поддержке команды Брони же может еще и развернуться. Это даггер, кстати. Даггер для тени, между прочим. Вот так вот. Фойзы, два брейсера и даггер. 14 минуты игры идет. Сильно, сильно. У него лучший отворост. Это мидер. Да, да, да. Мидер, который хорошо и уверенно отстоял против Кунки. Полторы тысячи перефарм по отношению к Адмиралу. Кстати, на его каменных плечах можно выехать. Вполне. Ну, изи, да, да. Мидгейм можете. А там и ПА подбирается уже к заветному дизолятору. Тоже очень быстро будет челкать героев. Свифтендинга поймали. Нужна команда в поддержку. Но Свифтендинг поймал все, что можно было. Блёр все равно не спасает Свифтендинга. И котел. Шикарный Бландин Лайт. Остановил Леброна, который бежал давать стан. В итоге героев вообще не зацепили. Да, перерезали Кабанов. По ним краш выдал Леброн. И на этом все. В дополнение к Фантомке просто накормили соперника еще и Слаждаром. Да, стоит отдать должное, конечно, и Кодус в этой ситуации. Отлично отыграл Эксмарк. И не позволил Фантомке избежать корабля. Ультимейт леча. Они плохо работают. Грихера неприятности. Он, похоже, не спасется. Маден тоже получает. Как же чайник летает. Весь ультимейт, просто все прыжки состоялись у ДНЗ. Кодус неплохо выдал из Тайтбрингера. Свифтендинг. Линч почти все хп потерял. Замечим погоня. Дальше. Но теперь поддержка есть. Теперь могут кунку потерять имперцы. Очень аккуратно надо действовать. Но все. Аккуратность уже не состоялась. И свифтендинг. Передержали. Передержали. Пережарили. Привет. Под Гэшкой, конечно, залетают очень сильно кушки. От Мартретки. Чувствуешь? Да. Сила. Сила. Ловкость. Тут больше ловкость решает. Так, а что по Боттл Фьюри? Да неплохо дела идут. Остается буквально тысяча золота. Даже там чуточку меньше. И Куман уже обзаведется БФом. А тогда Фантомка не сможет уже с ним соревноваться по фарму. Придется только вот как-то воевать, агрессивничать. Тем более играть через Дизоль. Да, Фантомка играет против Антимага. И она прекрасно понимает, что через БФ не имеет никакого смысла. Нет смысла затягивать против Аэма. Тем более Фантом Ассасин через 10 минут сможет спокойненько бить Т4. А Антимагу надо еще время после Баттл Фьюри. Драку глобально это не сильно бустит ему. Да вообще это ему толком не бустит драку. Тут котом многие вопросы должен решать как раз Блайн и Лайтом. Ну пожалуй, Гладин Лайт плюс, конечно, заходить против задувки котла сложно на ранних стадиях. Но Тинни с его даггером должен сейчас выбирать ключевые цели, атаковать их, быстренько забирать героев. Ну мне кажется, что все-таки инициатива в руках ЕПГ с точки зрения подбора героев. Антимаг это круто, но Куману еще нужно время и много времени, чтобы раскрыться. Фантомка гораздо быстрее. Я бы не сказал, что прям очень много, но достаточно как бы. Я думаю, что пока сражаться могут. У Эмпайр все нормально, просто сейчас и правда инициатива на стороне Элеменс. И Империя, по идее, должна играть сейчас как-то от оппонента больше. Не навязывать свою игру, а больше реагировать на происходящее. Вот они, например, сейчас плит пушат и делают правильно. Коту уже где защищать верхнюю линию. Он понимает, что враг будет пушить дальше. Там есть инициатива, но можно прыгнуть на этого котла спокойненько и выбросить его к команде, размотать котла. Я просто не думаю, что котел такая серьезная защита. Да, он с крипами справляется. Там кого-то X-Mark и... Это модель сам-сам-сам. Да-да-да, я понял. Кого-то над пуш, что ли, там остановить. Да, понятно. Есть дезолятор. И не будем забывать, что еще три вышки внешних у Имперцев. Поэтому это следующая задача. Плюс это быстрый Рошан под Слардаром, под Гэшкой его, да, и под Фантом Ассасин. Конечно, с дезолятором очень быстро падает Рошан. Очень быстро. Но это понимают Имперцы. Они просто прекрасно все это должны понимать. Да, сейчас такая площадь. Конечно, доступна Элемент в Варажском лесу, под Рошаном. Все это. Варды расставлены. Они все четко видят, все понимают. Летит Ястреб. Разведывает обстановку. Сваа под Винги, по мичу Винга возвращается на X-Mark. Классно разыграли. Такой небольшой трюк. А можно забить на самом деле? Ну все, вы все равно забрали Рошана, забрали Аегис. И с удовольствием продавали Панду. В итоге Брюмастер разультился. Ничего толком Брюмастеру сделать не смогли. Разультился и драка идет уже под вашу диктовку. Вообще сыпется Империя. Этот файт явно не нужен им был. Еще и Брюмастер зацепили, диспелят. Цепляют Вильхиора. Барани же пошел дальше. Веткой наваливает по Вильхиору. Под Коррозив Хейз очень много урона залетает. Вот тихо. Красиво разыгрывали Имперцы, но и правда не хватило урона. Вот убить две цели. Сразу такие плотные цели. Начали-то просто в плотного героя. Свап этот произошел. Брюмастер оказался, да, там и ультимейт залетел. Пунки на урона банально не хватило. Вот эта нехватка урона сказалась на том, что пережили стартовую атаку Элеменс. Нажал ультимейт Брюмастер. И правда все, как ты сказал, уже пошло по сценарию Элеменс. При этом был забран Рошан. Ушли из-под вражеского шрайна. На самом деле ХП сильно много потеряли. ЕПГ решили отступить. Немного ДД есть. И дабл дэмэдж не вижу. Пока никто не забирает. Митч забирает руну двойного урона. Сегодня вот слушал я обсуждение наших аналитиков антимага против Слардара. Как раз мы тоже еще в закулисье общались насчет этого противостояния. И вот неплохой, мне кажется, вариант под Метеал Фобос. Можно пробовать играть через Доминатор. Привлечать Кентавра и продлевать оглушение по максимуму. То есть можно просто этого антимага на 6 секунд выключать примерно. Ты стакать пассивку. Да, ты стакаешь пассивку, даешь удар с пассивки, подводишь Кентавра, даешь оглушение САБ, потом оглушение Кентавром. И все это время бьешь, еще раз оглушение пассивки. Да, то есть тогда вот антимага можно пытаться бить. Это очень сложно исполнить, но в то же время вот как вариант такой еще доп-контроля против антимага он есть. Я на самом деле не думаю, что какие-то сложности у про-плееров могут с этим быть. Все равно это требует концентрации максимально. Не всегда там эти антимаги тоже проворные. Если ты хардлейнер, который через Доминатор много играл, типа Айс Айс Айс, который уже с этими Кентаврами все, что можно было убить на карте, убил. В контексте этого противостояния все-таки такой вариант обсуждался сегодня. Ну неплохо, да, это неплохо. На бумаге, конечно, неплохо. Не, в принципе, смотри, сейчас время себе дают имперции. Враг пошел по нижней линии. Забирать тир-1 в вышку, тир-2, но тут будет два глифа. Первый на тир-1, соответственно, башню. Второй восстановится, будет на тир-2 в вышку. А в это время, посмотри, где имперцы. Центральную линию подпушили, верхнюю подпушили. Вот сами уже забирают крипов вверху, забирают вышку, забирают тир-2. Попробуют забрать тир-2. И поставили вардик, видят, любой перетяжку увидят на шрайн, если вдруг захотят. Кстати, у Рейдиан тоже два глифа будет. Они вот сейчас глиф на тир-1 нажали, тир-1 рухнет, еще будет глиф, естественно. Котла хотят подловить внизу, котел за вышкой, котла атаковали, котел, бедолага. Не спасается. Но выкупается Блэк Архангел. Вернется сейчас в защите, но пойдут на тир-3, я полагаю. Вышку не спасти. Да, таким образом, т-2 тоже сыпется потихоньку внизу. Но глиф не нажимали, обратите внимание, имперцы. То есть глиф на тир-3 вышку будет, если что. Тут я абсолютно согласен с их решением. Ну вот задувка. Просто ждем, когда Баранижа прыгнет, когда интересно будет. Да, он прыгает. Он прыгает со старта, прыгает на героя, который делал телепорт. Кунка в невидимости. Да, Кунка ушел. Ушел в Шадоу Блейд. Сразу же меч разультился. Выигрывает пространство для команды Блайдин Лайт. Но все спрятались по дереву. Он еще и пушит солидно вот этими пандами. Земляной, в частности, очень больно бьет по зданиям. Свифт-эндинг с Билли Аегис. Есть оглушение по нему. Праймал Рор выдал Вильхиор, но на нем уже сидит и Баранижа, и Леброн. Кодос дает корабль. Цепляют Митча через Вилл-оу-Висп. Свифт-эндинг поднялся после Аегиса и рискует погибнуть. Куман уже здесь. Свифт-эндинга забирают. Получилось это сделать. Митч после ультимейта его тоже можно попробовать. Добрать у Антимага есть ульт. Он его даже не тратит. И это два убийства. Это два убийства, при том, что Бараки сохранили. В целом не так плохо для Империи, как могло бы быть. Очень удачно они выиграли время, пока Антимаг подтянулся. Переждали ультимейт Брюмастера, что тоже немаловажно. Не отдавали героев, старались сейвить друг друга. Просто постоянно кайтили оппонента. Рассредоточили свое внимание Элеменс. Раскололись на части героя. И в итоге можно было убивать по одному. Так и вышло. Подловили в Вингу. Мадден тут вышел отпушить линию, за что был отправлен в таверну. Еще иллюзию заберут. Пассивную Маддена. Что, простили, да? Нет, нет, добили. Простили. Ну, там, конечно, приносят копейки. Ну, не знаю. 22 золота. Копеечка к копеечке, как говорится. Я такого не знаю. Я... Я понял. Не проблема, да? Расточительствую обычно. Так, даггер появился у нас у Брюм, я так понимаю. А я доту перестал слышать. У тебя все норм? Я тоже перестал чуть-чуть. Не, у меня не норм. Вообще перестал слышать. С недавних пор. Пытались подловить на Х-Марку, на корабль. Не удалось. Стинни просто отступает. Вот с Тинни вообще такая ситуация. Не стоит забывать о том, что у него есть дистанция в этот статус. Потому что можно иногда опростоволоситься. Даешь Х-Марку, думаешь, сейчас я скомбиню. А он уже как бы... Х-Марка пропала давно. И он уже успел выбежать. Забавно, на самом деле, тоже работает. Нельзя забывать об этой механике. Кроме него, по-моему, никто и не обладает, да, этим больше? Ну, помимо предметов, сложно вспомнить, по-моему, кто еще. А, этот, ну, естественно, Heavenly Grace от Omni Knight. Который он набрасывает, дает диспел и дает 80, по-моему, процентов резиста на 5 секунд. Замена репелу. Да, 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 да. Вот Heavenly Grace дает. Что-то еще, но что-то из головы у меня, если честно, выпало. Что-то еще есть по-любому. Причем даже там не одна, по-моему, механика, там даже несколько существует. Просто из башки выпало. Я не хочу сейчас перебирать, вспоминать. Не очень никто. Уже о шмотке, разве статус резист сохранился? По-моему, нет. Там же Amplify, что сделаем. Не Amplify, а... Не, ну как, на Саше Яше, на Саше, на Сатанике. Ноль вопросов. Это же главный бич нынешнего патча. Наоборот, все на это сейчас вонят и хотят, чтобы вернули снова старый вот вариант. А то же какая ситуация была. Сначала добавили резист всем, потому что силы стакался. Потом убрали, теперь снова дали шмоткам. И теперь получается, что, в принципе, каждый может себе его позволить. Ну, номинально каждый. Но на деле мы понимаем, что это такая довольно странная механика. Глянь на них, а. Сломали Т-3 вышку, зашли спокойненько под смоком, стянули всю команду на базу. Вильхиора цепляют втроем на него. Можно сделать очень быстрый минус, но подходит котел. Вилловиз повесили, антимаг. Тем временем щелкает лича. И помимо ДНЗ тоже много урона получили уже игроки ЕПГ. Разультился мич. Мич теряет сильно по здоровью на своих пандах, но живет. Все еще живет. Побежали дальше. Праймал Роор был выдан и отправился в таверну Бестмастер. Баранижа взлетает на торренте, тоже его забирают. Кархангел добрался с фифт-эндинг, нажимает БКБ. И как же он режет. Как же больно кодосу. Трипл-кил уже для свифт-эндинга. Ну вот он, золотое время Фантом Массайс. У тебя Блэк Кенгбар. У тебя 16-й там уже уровень. То есть ты солидно пробиваешь оппонента. Наверное, 18-й оптимальным был бы здесь. Даже 20-й для трипл-даггеров. Но и сейчас мы видим, что под минус броней, которая дает Слордар, плюс минус броня Фантомки, получается очень много. Да, это еще и тапчей сложности. Он брал, да, он брал дополнительно Корабшин. Думаю, да, думаю, думаю, дополнительно. Я не обратил внимания. По-моему, правый Корабшин, если я не ошибаюсь. Уходит свифт-эндинг. Антимага, все-таки антимаг. Сам герой опасный, 18-й уровень у него, и по артефактам все хорошо. А можно на таланты Фантомки навести, пожалуйста? Нет, но минус 4 броня. Чтобы я не... Там минус 3, по-моему. Минус 4. 3? 4? 4, 3, 3. Можно таланты Фантомки, ребят, будьте добры, пожалуйста, показать Фантом Ассасин и таланты? Вот они. Я имею в виду, как прокачку их. Ну ладно. Бес с этими талантами. Там, по-моему, правый все-таки снижение броней. Вот он, да, 3 мин, 3 армаг. Да, все правильно. Просто я на Фантомке нечастый игрок. Ой-ой-ой, антимаг. Вот это руна. Какая дорогая руна для антимага. Да, 503 золота, бро, ниже получает. Но даже это не главное. Главное, что сейчас тер-2 вышка открыта. Ломай, не хочу. Ну, не знаю. Пока ситуация прямо наколена до предела для Empire Hope. Вот смотришь, и кажется, экономический перевес всего лишь 1000 золота. Но на деле это ощущается, как, не знаю, как десятка, как пятнадцатка уже. Настолько жестко давит этот пик от Element сейчас. Настолько они набрали вот эту пиковую форму. Главное сейчас не сбавить обороты. Главное не попасться на уловку от Empire. Вот еще одна такая защита, как была, например, на нижней линии. Не предыдущая, а которая была перед ней. И можно сломаться. Потому что антимаг тоже опасный парень. За сплитпушит, замучает, загоняет. Два вышка внизу сломали имперцы. Идут давить дальше сюда. Перетяжка от Slardar. Он поставляется самостоятельно. И, по-моему, в двоих героев Slardar он, возможно, пытался там сбить телепорт. Может, именно для этого он сюда и пришел? Может быть, но пострадал. Потому что он так уверенно прыгал в двух персонажей. Ну, нет, венга с телепортом. Не в кулдауне. И вельхи он тоже. Лич и нестеркейс не отпускает. Конечно же, конечно же. Да. Как же Лич мечтал об этом контроле, когда у него с ультимейтом микростан забрали? Вот как же он наконец-то может отыграться на всех этих телепортирующихся персонажей? Раньше телепорт против Лича нажимаешь. Ну, хотя бы в древние времена в бородатые ультимейтом можно было сбить этим красавчиком, который ТП нажимает. А потом забрали, и что? У тебя ничего нет? Ну да. Ты бедолага, ты саппорт без контроля. У тебя все улетают. У тебя настолько ничего нет, что ты и в драфтах не появлялся. Все закономерно было. Да, а здесь прям отыграется Лич за все время сейчас, которое от него телепортируются люди. Он будет возвращать вдвойне им синистеркейзом. Ну, конечно, круто героя заделали. Действительно, я, кстати, помню обсуждение многих личностей из доты, англоязычных в частности. И вот мы тоже обсуждали, что все новые герои, которые появляются, новые механики, они более скиллзависимые, и они более интересны с точки зрения вообще игры. То есть те же там герои, как Monkey King начали появляться, как Ember Spirits, все с какими-то возможностями перемещения. То есть все вот эти земляные духи, точнее, они разные. Я думаю, тенденция будет соблюдаться, тот же Марс наверняка будет как-то менять. Да, да, да. То есть тенденция вообще последних всех героев, они действительно универсалы, у них много обилок, ими интересно играть. А старые это что? В Рискинг с одной кнопкой был всегда, Лейфсиллер старый, можно вспомнить, тоже бедолага был. Я думаю, что и их всех ждет реворк. В любом случае, вот, видно, что цель Айсфрога — это где-то и разнообразие по способностям. Чтобы не был герой настолько, вот, знаешь, топорный, настолько глупый, что у тебя одна кнопка, и ты играешь. Кричишь «Нэа» и идешь бить с криками Вика. Ну, то есть разнообразить игровой процесс хочется. Ну что ж, можно сказать, что преимущество ЕПГ сохраняется. Они забрали еще и Рошана, вырезали Вингу по дороге, так, между прочим. И, в принципе, единственная сейчас проблема — это верхняя линия, которая подпушена была котлом. Вот там крипов надо отбить. И нижняя, посмотри, Тимаг тоже на ХГ уже почти перевел крипов. Ну, это опять же сложность игры с антимагом. Мы долго не смотрим на антимага, но я так полагаю, что этот парень имеет топовый нетворс. Скорее всего, у него... Ну, где-то близко к этому, да. Да, 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 18 тысяч. Действительно так. Действительно, 3000 впереди Свифт Тендинг, но антимаг у которого потом появится Башар. А у него, по идее, уже есть Башар, я так думаю. Эбисал. А, Эбисал, да. Помимо этого еще и Эбисал, потому что антимаг все-таки мажет немного по фантомке. Да, его проблема как раз в промахе, действительно. Промахе. Даже если ты дашь Эбисал, ну, а как ее убить, собственно? Ну, там помогут. Праймал Рор есть. Время просто будут... Еще в идеале, конечно, МКБ бы заиметь, но вот этот артефакт, который не часто любит покупать себе антимаг. Анти-антимажей. Вот, кстати, появляется артефакт, кроме оговорился, еще на драфте. Точнее, после драфта, да. Можно теперь будет блокировать атаки Фантом Ассасин. Конечно, сложно обычно там отреагировать, но если удачно набросишь, то можно выиграть время для своей команды в драке. Благодаря этой эллибарде. Ну, да. Следующая драка точно может стать новостью для... В дальнейшем, конечно, легче будет. А, о как, он без башера, он просто пошел в статы и дальше бутерфляй. Ну, кстати, вот такой билд, он для спидпуша интереснее. Чем больше у тебя статов, быстрее ты толкаешь линии. Ну, тут потеряли в итоге линию имперцы. Но внизу там, по-моему, еще орудует антимаг, если я не ошибаюсь. Нет, он уже подключился к команде, он сделал ТП на святыню. Свифтендингом вынужден нажать БКБ. Кстати, это БКБ до Аегиса. И Виловисп работает. Посмотри, Виловисп работает. Свифтендинга зацепили, дали правил урор. По-моему, Свифтендинг здесь оплошал чуть-чуть. И Виловисп находится, но сбивает. Падает он, но и падает также Свифтендинг. А димаг зарабатывает еще и 550 монет. Стрик снимает из пяти убийств. Браво, браво империя. Тут они явно переиграли Элеменс. И как-то запаниковал немного Свифтендинг, все-таки прожав БКБ до потери Аегиса. Ну и ладно. Я думаю, что, может, и не спасло бы БКБ его в такой ситуации. Может, 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 может. Тут надо оценивать, куда можно было прыгнуть, как сыграть можно было. Ну, так или иначе, там есть Виловисп, если ты не нажимаешь. А если нажимаешь, там все равно будет Праймал Рор. Даже нажмешь ты этот БКБ после того, как поднимешься. Опять же, не нажмешь, будешь кататься на шарике. Котла. Нажмешь, получишь все равно оглушение. Ну, такая, да, ситуация не из приятных, в общем. Тини с сыром. Не надо было одному оставаться там. Ну, имперцы пошли давить. Вот это я понимаю. Вот это командный дух. Очень хотят, наверное, ББК еще увидеть от Фантомки сейчас. То есть надеются, что она выкупится. Но пока она не выкупается. Более того, разультился Брюмастер. Хотят просто убить Брюмастерят. Но сложновато пока это сделать, потому что антимага законтрили. Он просто летает на циклоне. Кодоса убьют, кстати. Один ударчик буквально остался. Сказал я. А Кодос убежал, но ненадолго. Глебронова все-таки настиг и добил Кодоса. Да, и убили Брюмастера. Убили его в ультимейте. Куман прыгнул дальше, добил земляную панду. Два в два размен. Байбайк от Брюмастера, байбайк от Лича. Готовы сражаться. Готовы реально сражаться в Праймл Рор. В это время выдается сфифт эндинга. Есть трипл. Есть ультра килл от Кумана. Ну, давайте. Просто подарите парню. Куман, правда, побежал на Лича. Да, но это тоже потенциальный рэмпэдж за Личом или за Баранижей. Слушай, они его кайтят. Они его кайтят. Нормально пока кайтят. Баранижу добьет. Рэмпэйдж для Кумана. Там же Дэнзе полумертвый. Или нет? Не-не-не-не. Ну, уже слишком опасно. Ну, что там еще выкупят фантомки. Сейчас по голове просто получишь и пиши пропало. И что мы имеем? Мы имеем четыре байбайка. Файт-рекап. Нам обязательно файт-рекап. Да, файт-рекап. Надо посмотреть. Там должен такой пирожок по золоту был произойти неслабый. Бутерфляй появляется у антимага. Трипл-страйк Стивлинг Даггер появляется. Ну, и вот он скачок по общей ценности. Нехило. Да, они заходили. Была одна тысяча. Ушли. Нехило. Нехило. Очень хорошо. Имперцы возвращаются. Возвращаются весьма уверенно. Вот антимаг, который переваливает через первую половину часа. И вот уже переваривает всех персонажей на карте. И получается это сделать. У антимага еще не было заветного башера. Башера Эбисала. Вот этот заветный контроль, который нужен антимагу. Да, его пока и не будет. Он купил бутерфляй антимаг. И что касается фантомки. Но сейчас, наверное, поинтереснее будет. Потому что вот этот трипл Стивлинг Даггер появился. И тремя кортиками поприятнее будет работать в драках. Саппортом посложнее будет явно. Поглядим, исправит ли ты ситуацию хотя бы немного. Но сейчас ты еще и промахиваться по антимагу будешь. Ну как ты знаешь, скорость атаки антимага и вот иллюзии, когда он вызывает, когда он начинает просто бить даже фантомку, видно, что она, вот эти промахи точнее, они нивьюруются просто громадной скоростью атаки. Ты не замечаешь, что он там много промахивается, потому что он слишком часто атакует. Он там две атаки в секунду имеет смело, даже чуть больше, наверное. Да, да, да. И много ведь команда дает. Бестмастер есть, Владмир есть. Просто скорость, которую нарезает Куман. Никто, кроме него, не бьет. Герой мгновенно падает. Он Тензо бросил на себя щит. Вроде и много урона срезает. Не тут-то было. Впитывает себя, но в итоге погибает. Антимаг идет дальше. Куман вообще не просил по здоровью. Под Владмиром дерется абсолютно комфортно. Как будто под фонтаном стоит. Щелкает еще одного героя. Двойное убийство для антимага. Леброна забрали. Ну и пока Вильхиора продают, но антимаг вообще пока не уязвим. Куман режет Свифт Эндина. Не сильно проседает по здоровью. Подошел Кодос. На самом деле очень зря подошел Кодос. Куман вроде как жил и справлялся сам. Куман живет. Надо уходить. Свифт Эндина не убили. АМ избивает Баранижу. Баранижа труп. Да, да. Он побаивается прыгать. Понимаешь, что там сейчас какой-то мич выскочит из-за угла и будет беда. Вообще да, там на один клэп здоровья. Еще руна приятная такая появилась. Но видишь антимаг. Идет дальше. Идет дальше еще. Добить не удается. И криты, криты от мича тут тоже пролетают нормально по ушам. Уходить надо. Там еще руна Иллюзии. Вот по дорожке бы забрать Куману. Приятно для антимага такую руну. Отправил там, отпушил. Четко это работает. Кирасу решил покупать. Кстати, разумная штука. Разумное решение. Действительно, ведь стойкости это прибавит нехило, а ДПС тоже увеличивается серьезно. Да, да. Вот Кирасу. Он сейчас довольно нагло прыгает и дерется. А с такой броней, которую он получит, будет еще наглее играть. Нет, вот здесь Кираса, Тинни умер бы. Умер бы Тинни, умер бы мич. Умер бы Фантомка. И Фантомка бы еще наглее действительно действовать. Там оставалось очень мало здоровья у трех героев. Как раз вот этого буста лишнего не хватило. Кираса такой большой слот, конечно. Тяжелый. Ну, а МА-4 тысячи уже есть. А вот так много осталось. Фантомка, интересно, все-таки будет МКБ собирать или нет? Вот это тоже такая... Будет. Поверь мне, будет. Да, есть, есть, есть. Окей. И Эбису в следующем. Пардон, да. МКБ уже есть. Дальше Эбису. Как-то я пропустил момент, когда свифтендинг приобрел. Видимо, только что, наверное, после драки. Не знаю. Скорее всего, да. Как-то я упустил. Долго немного осталось у свифтендинга. Ну, давай смотреть вообще на Вижн. Что сейчас видит реально Империя? Да ничего. Вся их сила в том, что нижняя линия, они подпушивают сейчас иллюзиями антимага. Дает им какой-то маневр. Момент маневра. А так контроль, конечно, у АПГ неплохой. Прыгает антимаг первым нагло. ДНЗ переждал контрспелл. И Куман начинает резать ДНЗ. Свифтендина пытается бить. Антимаг отпрыгивает. Праймал Роар тем временем выдан. Свифтендин стоит снова под Виллоу Висп. И антимаг пока не берется за него. Только сейчас щелкает. Вместе с Пейдером смогли забрать Свифтендина. Но АМ жив. АМ жив. АМу ничего уже не сделаешь. Бараниша отправляется в таверну. За Леброна погонят дальше. Леброн получает оглушение в таверну. Минус 4. Дождались своего момента. Причем спалились на смолке имперцы. Имперцы наступили четко секунду в секунду. Не на смолке, прошу прощения. На скане. И ЭПГ выдали скан абсолютно точный. Туда в район старых Эншентов. Так их назовем. У команды Дайер. Что это действительно какой-то день ностальгии у тебя. У команды Дайер. А.